МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Сегодня в эфире. В преддверии парламентских выборов на декабрь 2023 года Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сыны Западной Армении Махетар Галиан. Вопросы армян в Западной Армении. У Армении нет окончательной позиции Оверчук о проекте Север-Юг. Армянская идентичность. Франция приобрела базу данных спутников в фотографии культурного наследия в Арцахе, министр культуры Франции. Конференция посвящена Казару Парпети в родном селе Парпи. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года с просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании. 15 ноября 2023 года наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по ссылке, указанной на нашем сайте. Сыны Западной Армении Махетар Галиян. Махетар Галиян родился 17 августа 2000 года. Учился в школе номер 132 имени Ованесса Исакова. Окончив 9 класс, поступил в старшую школу номер 149. Параллельно учился на нулевом курсе Российско-армянского славянского университета. В 2018 году поступил на отделение политологии, где проучился 4 месяца. 17 января 2019 года был призван в армию. Служил в воинской части города Гатрут Арцаха. Махетар с детства был самостоятельным. Дружелюбный, веселый, эмоционально целеустремленный Махетар был лидером. У Махетара была цель поступить в университет на бесплатное обучение, что он и сделал. Проходя службу, ни на что не жаловался. У меня все хорошо, так Махетар говорил даже во время войны. После гибели командира Альберта Хачатряна, будучи храбрым воином, взял на себя все трудности и ответственность. Во время ожесточенных боев, получив приказ отступить, Махетар и сослуживец Айк пытаются спасти раненого друга. Ценой собственной жизни прикрывают боевого товарища. Вечная слава павшим бою героям. Погромы в Сосуне на страницах газеты Ардзаканг освещались посредством статей корреспондента газеты Карин. Статья корреспондента газеты Ардзаканг от 9 сентября, которая была отправлена 25 августа, дает краткую информацию о причинах восстания находящегося в осаде Сосуна. Газета «Новый век» чуть позже стала реже освещать погромы в Сосуне. Впервые к событиям в Сосуне обращаются в номере журнала «Новый век» от 14 сентября на основании информации, предоставленной молодым человеком, покинувшим Сосун. Статья, вышедшая в свет в номере от 1 ноября нового века, материал был отправлен из Константинополя 22 октября, хотя и не подробно, но описывает ситуацию в Сосуне и причину восстания. Против повстанцев Сосуна были запланированы жестокие меры, то есть абсолютная война против народа, который осмелился варварски выразить свое недовольство правителями оружием. В целом, восточно-армянские издания дают объективные оценки о причинах возникновения событий в Сосуне. Чуть позже издательство «Муж» и другие газеты обсуждают и представляют реальные причины событий в Сосуне, сопоставляя это с раскрытием основной цели действия османского правительства в обсуждаемом вопросе. Зангизурский участок, как часть проекта международного транспортного коридора Север-Юг, сейчас не рассматривается ввиду отсутствия окончательной позиции со стороны Восточной Армении. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук, ответив журналистам, комментируя вопрос участия Восточной Армении в проекте МТК Север-Юг посредством строительства дороги через Мегри. Иран предлагает использовать свою территорию для экспорта зерна из РФ. Армения сейчас не является частью коридора Север-Юг. Пока нет окончательной позиции по пути, который должен был пройти через Мегри. По его словам, в рамках проекта Север-Юг формируется нормальное взаимодействие. Вариант строительства дороги в обход Армении и через Иран до Нахидживана с выходом границы с Турцией по протяженности незначительно отличается от дороги через Сюнь. Оценивали, что железная дорога через армянскую территорию будет 42 километра. Насколько мне известно, железная дорога через иранскую территорию примерно 50 километров. Вот и вся разница. Два моста и 8 километров 1520. Колея и там и там. Пояснил вице-премьер Российской Федерации. Отметим, что власти Восточной Армении выступают за разблокирование всех коммуникаций в регионе. Однако категорически против коридорной логики, настаивая на том, что все дороги функционировали под юрисдикцией государств, через которые они пролегают. О происхождении армян и армянского языка до сих пор выдвигались многочисленные и разнообразные точки зрения и гипотезы, в основе которых лежат факты, взятые из разных наук, от мифологии до лингвистики. То, что армянский по своей природе является индоевропейским языком, а носители этого языка происходили из индоевропейских племен, лингвистические и другие науки давно доказали и здесь разногласий нет. В то же время, начиная с зарождения индоевропейской лингвистики, различными исследователями оспаривается проблема прародины индоевропейцев или общего индоевропейского проязыка, что имеет важное значение в раскрытии обстоятельств происхождения и формирования не только индоевропейцев и индоевропейского проязыка, но и отдельных родственных языков и их носителей. Также отметим, что сегодня наиболее вероятной считается версия малоазиатского происхождения индоевропейцев, которая, на наш взгляд, достаточно обоснована. И даже сторонники традиционного мышления, приписывая индоевропейцев европейскому происхождению, больше не отрицают это. Разногласия в основном касаются вопросов, какой именно части Малой Азии изначально проживали индоевропейские племена. Отметим также, что сегодня наиболее приемлемой считается, что они занимали территорию Малой Азии, включающей Западное или Армянское Нагорье, что многим иностранным ученым однозначно не принято. В начале 20 века, после основания так называемой, но стратической лингвистики, было выдвинуто положение, что индоевропейцы, первоначально распространенные на южных территориях Передней Азии, образовали единство с носителями других индоевропейских, в частности, семитских, кавказских и уральских языков, а позже отделились и переместились на север. Мы подали официальный иск ЮНЕСКО получить разрешение физически посетить территории Арцаха и зафиксировать все те историко-культурные ценности, которые являются армянскими, чтобы индифицировать их. Об этом на пресс-конференции заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак, отметив, что в составе, возглавляя ею делегацией в Восточной Армении, также присутствует исполнительный директор Международного альянса по защите наследия в зонах конфликтов Валерий Фриланд. Компании «Аллиф» удалось сделать спутниковые снимки и уже сформировалась база данных обо всем, что осталось и в каком состоянии находится, то есть нынешнее искаженное состояние образцов. Франция при помощи «Аллиф» осуществила это. Усилиями аппарата Арагоцовской области оживляется научная жизнь. В селе Парпи состоялась научная конференция, посвященная армянскому историку-летописцу V века Казару Парпицы. Мероприятие состояло в школе имени Казара Парпицы. Научные доклады о трудах известного историка, исключительности и ценности оставленных именно литературных произведений представили представители профессорско-преподавательского состава филологического факультета АГПУ. Участников приветствовал губернатор Арагоцотна Сергей Муфсисян, с гордостью подчеркнув, что Парпи – это и его родное село, где он живет и действует. Организация конференции стала одним из направлений нашей работы. Мы придаем важность освещению и популяризации касающихся области, в том числе жизни, деятельности известных людей, активизации научной жизни в области и развитию научной мысли, выразив благодарность ученым-педагогам, усилиями которых была претворена в жизнь научная конференция. Проректор по учебно-научной работе АГПУ Марьям Испирям приветствовала участников конференции. Подчеркнув совет, посвященный симпозиуму на родине Казара Парпицы, заверила, что сотрудничество с Арагоцотской областью будет продолжительным. Прозвучало шесть докладов, в том числе декан филологического факультета профессор Ашот Галассян коснулся языковых особенностей произведения Казара Парпицы, рассмотрев их как монументальные труды Гарапара, обобщающие научное описание древнего армянского языка. Представители АГПУ преподнесли губернатору и средней школе Парпи несколько экземпляров сборника произведения Казара Парпицы. Участники конференции ознакомились с достопримечательностями древнего села Парпи, возложили цветы к памятнику Казара Парпицы, посетили церковь Сур-Грекор Лусавурич. Правительство Западной Армении приветствует любое мероприятие, освещающее историю и культуру армянского народа. Данное мероприятие вдвойне ценно, поскольку оно организовано в школе, носящее имя автора, что говорит о многовековой культуре армян, чего лишены многие народы и племена. Мы гордимся нашей идентичностью и наследием в мировой культуре. Любая провинция Армении богата уникальным обликом. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!